Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим пышные пончики с фруктами. Для их приготовления нам потребуется для теста 450-500 грамм муки, 250 миллилитров молока, сахар, дрожжи, 2 яйца, соль, ванилин, сливочное масло или маргарин, грамм 50. Я обычно беру пополам маргарин и сливочное масло. Фрукты, любые какие вам нравятся, для жарки растительное масло и для посыпки сахарная пудра. Начнем с замеса теста. Для этого выливаем в миску теплое молоко. Температура молока должна быть 36-37 градусов. Добавляем 3 столовых ложки сахара, столовую ложку дрожжей. Все хорошо перемешаем и подождем, пока на молоке образуется шапочка. Это начнут подниматься дрожжи. Когда в тазике у нас появится такая вот пышная шапочка из дрожжей, продолжаем замешивать тесто. Добавляем сюда щепотку соли. Пол пачечки ванилина. Пачечка у меня небольшая, полтора грамма. То есть около грамма ванилина. Вбиваем 2 яйца. Добавляем растопленный маргарин с маслом сливочным. Я добавляю в тесто еще столовую ложку коньяка или водки. Это улучшает качество теста и пончики становятся более пышными. Но это не обязательно. Начинаем добавлять муку. Муку сразу... А, ну вот это все хорошо перемешаем немножко. Муку сразу все добавлять не нужно. Добавляем сначала половинку. Замешиваем тесто. И потом потихонечку добавляем, чтобы не переборщить с мукой. Тесто должно получиться мягенькое-мягенькое, как мочка уха. Клейковина у муки бывает разная. Поэтому муки можно добавлять до тех пор, пока тесто не станет нужной вам консистенции. Тесто нужно замесить до такого состояния, чтобы оно оставалось мягенькое, такое тягучее, но тем не менее уже перестало приставать к рукам. Замешенное тесто накрываем полотенчиком и оставляем его, чтобы оно хорошо подошло. Пока подходило тесто, я почистила и нарезала фрукты. Чтобы яблоки не темнили, слегка сбрызнуло их столовым 6% уксусом. Тесто хорошо подошло. Можно приступать к разделке пончиков. Подпыляем поверхность стола мукой. Выкладываем тесто. И слегка его обминаем. Теперь тесто раскатаем в пласт толщиной примерно 1 см. Стаканчиком нарезаем кружочки. Теперь из каждого кружочка формуем лепешечку. В центр выкладываем кусочек фрукта и насыпаем немножко сахара. Сверху пончик аккуратненько залепливаем. Залепленные пончики складываем швом вниз для расстойки. Таким образом налепливаем из всего теста пончики. Ложим разные фрукты. Мандаринки нужно проверить на наличие косточек. После того, как мы разделали все пончики и они у нас очень хорошо подошли, можно приступать к жарке. Пончики жарятся во фритюре. Я буду использовать фритюрницу, но это не обязательно. Можно воспользоваться кастрюлькой, в которую наливаем масло и разогреваем. Здесь главное, чтобы температура масла не была сильно высокой. Фритюрницу я установила на 170 градусов. Если будете жарить в кастрюльке или в сковородке, то значит нужно сделать средний огонь, чтобы пончики не горели и хорошо пропеклись. Опускаем пончики в масло и обжариваем их до румяного цвета, золотистого со всех сторон. Когда пончики хорошо пропекутся и зарумянятся, достаем их из масла и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Даем пончикам немного остыть и посыпаем их сахарной пудрой. Я надеюсь, что вам понравятся такие пончики. Приятного чайпития и пока-пока!